Итак, добрые друзья, приветствую вас на третьем уроке наших мини-курсов, посвященном психологии и физиологии внимания. Итак, на первых двух уроках мы начали говорить о внимании, о том, что это такое, и какие провели несколько экспериментов, и задали ряд вопросов, на которые мы постараемся ответить. Давайте озвучим еще раз эти вопросы. Почему мы обращаем внимание на одни объекты и не замечаем другие? Какие? Является ли внимание необходимым условием для восприятия? Способствует ли обращение внимания на объект, его более детальному, его более точному восприятию? Как мы видим и воспринимаем, и анализируем увиденное? Как это происходит? Какие процессы за этим стоят? Почему одни объекты изображения чаще или быстрее привлекают наше внимание, чем другие? Итак, давайте начнем с определений. Итак, первое определение, это первый вид внимания, это распределенное внимание. В нашей жизни, наверняка это вам знакомо, мы часто обращаем внимание одновременно на множество вещей, которые нас окружают, и это относится к так называемому разделенному или распределенному вниманию. Ну, классический пример, это когда человек ведет автомобиль, да, одновременно обращает внимание на показания приборов, на разметку на дороге, на впереди петущий транспорт, на то, что катится ли какой-то там булыжник, или не сходит ли лавина с горы, на погоду обращает человек внимание, на то, что происходит в заднем зеркале, в зеркале заднего вида. И, возможно, также человек обращает внимание на собеседников, которые с ним сидят. Завременно, благодаря такому, как распределенное внимание, мы можем, большинство из нас, почти все, могут, благодаря распределенному вниманию, обращать внимание на множество вещей. Но, тем не менее, у распределенного внимания есть свои границы. Мы не можем пьять необъятно. Попробуйте сами, например, читать книгу и управлять автомобилем, и очень быстро это закончится катастрофа, и, кроме того, не будет ничего понятно, о чем была книга. Или попробуйте, например, решать какую-то сложную книжечную задачу, и при этом разговаривать по телефону с человеком на другую тему, не связанную с этой задачей. Очень сложно. Итак, распределенное внимание, с одной стороны, удобная вещь, мы часто, мы все не пользуемся, позволяет обращать внимание на множество разных вещей. С другой стороны, у него есть свои границы, свои ограничения. Мы не можем одновременно заниматься сложными, несколькими сложными задачами, которые требуют привлечения тех или иных коммунитивных функций. Например, как чтение книг и управление автомобилем. Но цель нашего урока, этого и следующего урока, на самом деле, это не распределенное внимание, а избирательное, так называемое, селективное внимание. Итак, что же такое избирательное внимание? Это способность фокусироваться на определенных предметах и игнорировать оставшихся. Если вы вспомните рисунок из второй и первой лекции, где мы видели пейзаж, потом обращали внимание на дом, то то, что вокруг как будто исчезала сфера влияния. Мы хорошо видели дом, его окошки, крышу и так далее, но все, что было вокруг, оно немножко терялось, детали так смазывалось, детали уходили. Тут есть еще два примера, да, вот очень хороший пример показан тут. То есть наше избирательное внимание это способность сфокусироваться на то, на что мы сейчас смотрим, да, и игнорирование или затушевывание деталей изображения, не обязательно изображения, это может быть связано с луковым вниманием, которые находятся за пределами той зоны, на которой мы сфокусировали внимание. Еще один пример избирательного внимания из области психологии, тоже психологии восприятия, психологии внимания, связанной с прослушиванием, так называемой дихотическое прослушивание. Что происходит при таком эксперименте? Достаточно интересный эксперимент, можно провести его дома самостоятельно при определенных подготовке. Итак, что происходит? Человеку одевают в лаборатории наушники и в одно ухо ему идет транслирует один текст, один голос говорит, рассказывает о чем-то одном, а в другое ухо рассказывает о чем-то другом, в другом голосе. То есть одновременно два разных разговора, две разных речи идут в левое и в правое ухо. Как показали эксперименты, в большинстве случаев человек может сконцентрироваться, да, при условии, что одинаково громкость голоса и так далее, на одном из поток информации и при этом происходит практически полное игнорирование другого потока. То есть тот разговор, который происходит, человек начинает воспринимать, то, что происходит тут, человек практически ничего понимает. Но на самом деле все-таки есть какие-то детали, которые отсюда проходят. Например, если вторую беседу, которую человек не воспринимает, вдруг скажет его имя, человек, скорее всего, обратит внимание на это. Если это будет не его имя, какое-то очень грязное ругательство, опять же, человек, возможно, обратит на это внимание. Кроме того, человек, возможно, не обратит внимание на тот разговор, который происходит в том ухе, к которому он не прислушивается, в котором он не участвует, Но тем не менее, он может, например, запомнить, мужской был это голос, или женский, или на его родном языке велся разговор, или нет. Итак, на этом примере мы также видим, что внимание, в принципе, является в ряде случаев необходимым для восприятия. Хотя некоторые детали восприятия возможны и без внимания. Некоторые вещи мы можем принять, восприять даже без внимания. Почему так происходит, об этом мы поговорим позже. Еще один пример, известный пример избирательного внимания, это эффект вечеринки. Наверняка многие знаете, когда происходит какая-то вечеринка, какое-то событие, в котором участвует много людей, люди разбиваются часто на группы, в такой хаос, каждая группа о чем-то говорит. И, как правило, вы, как участник, можете участвовать в разговоре одной из групп, и, несмотря на то, что исходит шум и слышны голоса других групп, вы практически то, о чем мне говорят, не замечаете, это вам, может быть, чуть-чуть мешает, но не мешает понимать, о чем разговаривает группа, участие в которой вы принимаете. Но если же в какой-то момент кто-то из других групп вдруг вас опликнет, или назовет вас громко по имени, даже не очень громко, но скажет ваше имя, то вы обратите на это внимание. Очень похожий эффект на дихотическое прослушивание, который, опять же, показывает, что, с одной стороны, внимание необходимо для восприятия. Мы воспринимаем то, о чем говорят в нашей группе, и практически не понимаем, о чем говорят в других группах. Но, с другой стороны, некоторые аспекты восприятия возможны без внимания. Если кто-то нас окрикнет, мы сразу же, несмотря на то, что мы не слышали, о чем все человек раньше говорил, мы можем обратить на это внимание. Итак, почему нам необходимо избирательное влияние? Почему необходимо селективное внимание, в принципе, понятно, потому что мы можем одновременно делать много вещей, достаточно удобно, в процессе нашей жизни мы сталкиваемся одновременно с разными вещами, нам надо идти, нам надо думать, нам надо не упасть, нам надо нести сумки, так, 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 и распределенное внимание – очень полезная вещь. Почему же нам необходимо избирательное влияние? Почему нам важно фокусироваться на одних объектах и игнорировать при этом другие объекты? На эти вопросы можно подискутировать, дать предположительно следующий ответ, на некую следующую гипотезу. Итак, возможно, избирательное внимание необходимо нам, чтобы одни объекты, потому что некоторые объекты, которые нас окружают, они более важны, чем другие. Более важны, а, возможно, и более опасны. Возможно, и то, и другое виды. Например, ягоды. Когда наши предки искали пищу, возможно, им был необходим навык обращать внимание на ягоды, которые выделялись на общем фоне и, соответственно, быстрее их находить. Возможно, нам важно, наше избирательное внимание, чтобы сцентрировать его на хищников, которые нас окружали. Поэтому, возможно, что одна из функций избирательного внимания была связана с способностью выживать в древние, в те давным-давно времена, когда наши люди прыгали по лесам, пустыням и так далее. Итак, почему необходимо избирательное влияние? Возможно, потому что объекты более интересны и более важны, чем другие. Ну, это такая гипотеза. Возможно, что есть более точный ответ, и, возможно, это происходит потому, что наша зрительная система устроена таким образом. Возможно, наше зрение так работает. Итак, давайте посмотрим. Так как вы помните, информация, да, изображение, которое находится перед нами, то, что мы видим, попадает на сетчатку глаз, и оттуда по оптическому нерву достигает оптического хиазма, там информация перекрещивается, большая часть информации идет в латеральное коленчатое тело, и оттуда в шпорную порозду, да, в затылочную часть зрительной коры, которая носит также название зрительной шпорной порозды. Часть информации идет там в таламусы, в четверохом и так далее, но мы говорим о главном по зрительному пути. Итак, возможно, что избирательное внимание, связанное со зрением, так существует и так работает, благодаря тому, что так устроена наша зрительная система. Итак, давайте посмотрим. Почему она так устроена? Когда мы смотрим на изображение, или на то, что происходит перед нами, на сцену, которая происходит перед нами, миллионы зрительных рецепторов, сетчатки, да, возбуждаются и начинают обрабатывать информацию и передавать ее дальше, то есть подвергаются стимуляциям. И эта информация, как мы уже сказали, по оптическому нерву поступает в латеральное коленчатое тело, где оно там упорядочивается, и дальше переходит в зрительную кору. И вот эта информация, да, миллионы-миллионы рецепторов возбуждаются, там, передают эту информацию на второй, слой на третий и так далее. Итак, если бы наша зрительная система могла одновременно обработать такой огромный поток информации, да, поступающий через миллионы рецепторов, она бы, скорее всего, очень быстро истощилась. И вот для предотвращения этой перегруженности и истощения, возможно, и существует механизм избирательного внимания, который позволяет нам обращать наше внимание на важные оптические тварды для выживания или для пропитания, и выделять меньше ресурсов нашего внимания на объекты, которые менее важны. Какие механизмы стоят за избирательным вниманием? Да, мы поняли, что, возможно, оно важно, и если бы его не было, то, возможно, наша зрительная система очень быстро истощилась. Какие реальные механизмы стоят за селективным вниманием? Основой одного из механизмов избирательного влияния является сетчатка, ее устройство, а именно желтое пятно и центральное ямко. Итак, желтое пятно или центральное ямко, да, фавея, это место наибольшей остроты зрения, то место, где мы видим благодаря колбочкам, ответственность за цветное зрение, да, и вот те объекты, которые попадают на сетчатку, они находятся в фокусе изображения, и они видны лучше всего. Чем дальше от сетчатки, тем меньше, как видите по графику, будет колбочек, больше палочек, и тем менее острое будет зрение. Так вот, возможно, когда мы смотрим на изображение, да, не все изображение попадает на желтое пятно, а лишь его часть. И вот этот механизм нашего зрения, да, вот это желтое пятно, центральное ямко, способствует наличию у нас избирательного внимания. Итак, чтобы сфокусироваться на наиболее важных объектах или изображениях, эти объекты изображения должны попасть на специальную область сетчатки, на желтое пятно. Другой механизм избирательного влияния, это так называемые кортикальные увеличения. Что такое кортикальные увеличения? Что это за принцип? Этот принцип состоит в следующем. Смотрите, когда мы смотрим на изображение, на части изображения мы фокусируемся, как мы сказали, и вот это изображение, на которое мы фокусируемся, оно падает на центральную ямко. Так вот, в Москву, в коре, в шпорной борозде, давайте к ней вернемся, да, вот сюда, здесь есть представительство, и вот здесь сетчатка. Смотрите, вот информация из сетчатки в той или иной форме в итоге выпадает в зрительную кору, в шпорную борозду. Так вот, сетчатки, ой, извините, желтому пятну, представляется здесь намного большей площадью, которая в обработке информации намного больше нейронов, чем участком, который находится на периферии. И, соответственно, происходит так называемое кортикальное увеличение. Количество нейронов, которые ответственны за восприятие информации в желтое пятно, намного больше, чем количество нейронов, которые отвечают за обработку изображения с периферией. И продемонстрируя кортикальное изображение можно, например, на этих двух примерах. Итак, смотрите, о чем говорит этот пример. Он говорит в следующем, что если мы будем смотреть с вами в центр изображения, естественно, мы знаем, что в момент фокусировки на центре изображения эта точка попадет на желтое пятно. Так для того, чтобы одинаковое количество нейронов распознавало эти буквы, которые изображены тут, они должны быть такого размера. Обратите внимание, чем дальше от желтого пятна находится буква, то есть чем больше на периферии находится, тем больше эта буква должна быть, чтобы то же самое количество нейронов обрабатывало ее в зрительной коре, как и, например, изображение этой точки или этой буквы, или этой буквы, которая удалена от точки фокусировки, но не так далеко, как нет. И тот же самый принцип на этом рисунке. Видим, смотрите, да? Если мы фокусируемся на лицо, то его представление в зрительной коре будет намного больше, чем представление оставшегося рисунка. Хотя на самом деле, обратите внимание, лицо здесь занимает, может быть, там, не знаю, 5% изображения, а тут процентов 80. Несмотря на это, благодаря кортикальному увеличению, то, на что мы смотрим, на чем мы фокусируемся, отображение этой информации, место там, где мы обрабатывали, в зрительной коре, представлено намного больше площади. Итак, вот этот механизм кортикального увеличения, возможно, также является одним из механизмов, который способствует избирательному вниманию. Итак, я повторю. Кортикальное увеличение, cortic modification, это явление, которое заключается в том, что кортикальное представление, да, кортикальное, то есть в кортексе, в коре, в зрительной коре, в центральной ямке, непропорционально, а намного больше ее размера. Какие еще механизмы селективного внимания присутствуют? В дополнение тем, о которых мы с вами поговорили. Движение глаз по сцене, движение глаз, да, сакады по сцене с целью фокусировки на наиболее важных объектах способствуют избирательному вниманию, да. Если нам надо обратить внимание на тот или иной объект, с помощью движения глаз мы можем сфокусироваться на объекте, который нам интересен. Глаза движутся постоянно, собирая информацию о различных частях объектов и фокусируя их на тех объектах, фокусируя их на тех объектах, которые нам более интересны. Итак, тем не менее, несмотря на то, что мы сказали, мы можем обращать внимание на объекты, находящиеся на вне зоны фокусировки то есть с одной стороны мы видели что внимание является необходимым или важным фактором для того, чтобы восприять более точно, более лучшую информацию но тем не менее, внимание не является необходимым, то есть иногда мы можем обращать внимание на те объекты, которые не находятся вне зоны фокусировки мы это видели с вами, например, когда говорили о опыте диахотического прослушивания или о эффекте вечеринки мы также можем не обращать внимания на объекты, на которые сфокусировались бывает и так, что мы фокусируемся на каком-то объекте но тем не менее, внимание мы на него и не обращаем то есть оно находится вне зоны нашего внимания в качестве примеров, к тому случая, когда мы можем обращать внимание на объекты, находящихся вне зоны фокусировки например, когда человек едет areik на автомобиле, управляет автомобилем По бокам на периферии движутся те или иные объекты Человек их может воспринимать, хотя внимания на них не обращается Дорожные знания, например Или когда человек играет во время какой-то спортивной игры, игры в футбол Действия других игроков Человек бежит за мячом, смотрит на мяч Но тем не менее действия других игроков Также находятся в зоне восприятия И также человек обращает на них внимание Несмотря на то, что селективное внимание на эти объекты не оправдан Ну и второе, то что мы уже сказали Мы можем не обращать внимания на объекты, на которые мы сфокустили Ну и самый яркий пример, наверняка с вам знаком Вы наверняка замечали, что бывает такое Что читаешь, читаешь книгу В какой-то момент о чем-то подумал Чтение книги продолжается То есть глаза бегут по тексту, каждое слово читается Но что мы только что прочитали Что мы только слова, о чем был текст Мы про это вообще не знаем У нас нет ни малейшей идеи В данном случае внимание было обращено на текст Мы читали, в голове проговаривали эти слова Но никакого восприятия не произошло Мы не знали ни о чем мы читали Ни что мы прочитали Итак, селективное внимание С одной стороны позволяет нам лучше Воспринимать объекты И фокусировать на важных объектах свое внимание С другой стороны, конечно, это не то, что происходит всегда Иногда внимание есть, а восприятия нет А иногда нет внимания, но тем не менее есть частицы восприятия Итак, давайте повторим слова Вильяма Джеймса В которых мы сказали Миллионы вещей окружают нас Но не все они попадают в наше сознание А лишь те попадают в него Которые для нас более интересны Которые нам известны благодаря нашему опыту Об этих и других вещах мы поговорим с вами более подробно На следующем занятии Итак, сегодня мы с вами поговорили О селективном внимании И распределенном внимании О латеральном плечном теле Вы можете поставить мини-урок Небольшой 17 минут И ознакомиться более подробно с его физиологией Итак, я с вами прощаюсь До встречи в следующий раз Продолжение следует...